Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 марта и все мы огородники стоим на низком старте, потому что как раз сейчас наступает пора в марте, когда нужно начинать сеять и для открытого грунта, томаты и многое другое. Я сейчас вот дам информацию вам, потому что по вопросам в комментариях я вижу, что до сих пор некоторые начинающие огородники так и не смогли сориентироваться, с каких сортов начинать посев. Я сейчас расскажу обо всем, что нужно посеять в марте. Сначала общими фразами, потом все уже отдельно. В марте мы сеем томаты для открытого грунта. Начинаем, пораньше начинаем сеять все позднеспелые, все крупноплодные. Прямо вот после праздника 8 марта можно садиться и сеять. 8, 9, 10 в любое время. Потом в средине марта, числа 12-15, уже можно сеять средние, вот такие, ну средние, которые детерминатные, которые быстрее догонят вот этих высокоруслых. В конце марта, 20-25, все сеют уже из короспелки и все ранние сорта. Их можно растянуть посев до апреля, еще можно в начале апреля их сеять. И что самое главное, все опоздавшие с перцами и с баклажанами сейчас вот в средине марта должны закончить свои посевы, потому что если сеять позже, в конце марта или в апреле, то перцы с баклажанами просто-напросто не вызреют. Кто не успел посеять перец, кто не успел посеять баклажан, в марте нужно обязательно это сделать. И лучше всего при посеве в марте выбирать все-таки ранние сорта, скороспелые сорта, чтобы покушать их в биологической зрелости, например, перцы красными или желтыми, а не зелеными травянистыми, чтобы были плоды. Тут же в марте мы, некоторые уже начинают, 25-30, посев на рассаду позднеспелых сортов капусты. Сразу говорю, что все вот это, что я называю, это, конечно, зависит от региона. Южные регионы давно уже отсеялись, наверное, томаты для открытого грунта. Я живу в Сибирский регион, Алтайский край. Я называю свои вот эти даты, цифры. Они подходят и для средней полосы России, но у нас плюс-минус 5 дней. Кто-то на 5 дней раньше, кто-то на 5-7 дней позже. Это небольшая такая разница, можно всем в ногу сеять. Вот про капусту. Если кто выращивает на рассаду, я вот, например, сею в холодной поликарбонатовой киплице. До того, как туда высаживать перцы и томаты, я еще успеваю там вырастить рассаду капусты. Про капусту я потом отдельно, подробно, прям буквально на днях все расскажу. Но в конце марта ее уже можно начинать сеять. И там она переходит на апрель, сеем потом в апреле, кто-то сеет в мае. Это все индивидуально. Потом в марте же мы начинаем сеять зелень. Зелень в неотапливаемых теплицах. Я вот специально поставила здесь свой лучок. Купила еще осенью вот этот сивок меленький. Он у меня хорошо прохранился. Стоял просто в ведерке на подоконнике. Именно в марте, вот сейчас кончится это наше полнолуние. Что у нас сегодня полнолуние или новолуние, не знаю. А, полнолуние, да. И я буду делать грядки, про которые я говорила, переносные. Можно сеять укроп, сеять вот этот лук на зелень. Можно сеять лук сивок, можно сеять крупные луковицы. Кто-то уже сеет первую редиску в теплицах, вот в таких в холодных неотапливаемых. Еще раз говорю, все это зависит от региона. Теперь, так, общие слова я вам сказала. Теперь начнем говорить подробно. Сразу говорю, что я лунный календарь не соблюдаю и сею каждый день подряд в марте. Потому что март это такой у нас месяц, когда надо сеять, 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 сеять. Все последнее. Но вот тут у нас и у тех, кто соблюдает календарь, и у тех, кто не соблюдает. Нынче в этом году все сошлось на одних датах. Вот смотрите, вот он март у нас. Вот они, баклажаны, вот они, томаты, огурцы, арбузы, дыни. А, да, забыла. Кто хочет самые-самые-самые ранние огурцы получить, выращиванием рассады. Очень-очень ранние, несколько штук. Вот в середине марта тоже нужно. Видите, у нас уже написано огурцы, арбузы, дыни. Можно, например, 15-16 марта уже замочить. И вот смотрите, тот, кто соблюдает лунный календарь, вот сейчас самые благоприятные периоды, 8-16, для того, чтобы сделать все посевы. Недели это вполне достаточно. Вы можете посеять и опоздашки перец свой, можете посеять 8-9-10 позднеспелые крупноплодные томаты, потом 15-16 можете посеять уже средние все остальные. И вот те даты, которые я наметила, я, конечно, специально их не выбирала. Сейчас посмотрела лунный календарь и совпало, что именно после 8 марта целая неделя, даже больше 8-9-10-11-12-13-14-15-16-9, по-моему, дней, благоприятнейший период для посева. Так что наши интересы сошлись. И тот, кто соблюдает лунный календарь, им можно сеять. И нам, кто не соблюдает, тоже можно сеять. Так, про календарь мы разобрались. Этот период благоприятный. Теперь я хочу рассказать про свои. Я еще до начала посевов составляла график примерный, который я придерживаюсь. И вот там у меня было написано, что вот в феврале я сею это, это. И тут написано, первый посев для открытого грунта. Вот он, первый посев для открытого грунта. 9-10 марта. Посев позднеспелых и крупноплодных. Потом 15-16, это посев средних и для продажи в тоннелях. Про тоннели я сейчас отдельно скажу. И 27-28-29 у меня было написано, что это скороспелка. И посев на рассаду для выращивания томатов в теплице для продажи. Так что у меня и эти даты сошлись случайно. Но тут же я пишу все примерно. Я начну не 9-10, а я возможно уже 8 марта сяду, приступлю и к посевам, и к пикировке. У меня там и рассада перерастает. Вот даже купила новые сорта. Опять соблазнилась. По многочисленным положительным откликам. Купила вчера шапка Мономаха и Алсу. И уже сегодня буду рассортировывать томаты, готовить к 9, к 8, к 9 марта, чтобы начать посев вот все эти крупноплодные. И я, кстати, начала отсортировывать. И такую странность заметила, что все хорошие сорта, которые мне, ну как, рекомендуют люди, которые по отзывам, почти все сибирской селекции. И это тоже оказалось сибирская селекция, сибирская селекция. Какие сибирский сад, какие семена Алтая. Короче, все самые лучшие томаты родились в Сибири. Наверное, потому что они самые стойкие. Так, это я отвлеклась. Все, вот мы начинаем посев. 8, 9, 10. Кто еще не сеял для открытого грунта, я хочу сказать, что смотрите, тут вы должны сами сесть и подумать. Вот 8, 9, 10 можно посеять не только позднеспелые, например, крупноплодные сорта. Вы можете еще посеять любые сорта, те, которые вы планируете высадить под пленочку, под дополнительное укрытие. То есть, если вы хотите, не имея теплицы, получить чуть пораньше урожай, то посеять, конечно, его нужно вот сейчас, не затягивать до конца марта. И дней на 10, недели на 2 вы получите урожай побыстрее. То есть, тут точно так же, как с первым посевом. Я вот говорила, что для теплицы самый первый посев нужно сеять именно высокорослые, недетерминатные, с длительным сроком. А сама посеяла детерминатные, с коротким сроком. И вот люди запутываются, спрашивают у меня, почему вы говорите одно, а делаете другое. И я объясняю, что есть же исключение из правил. Я вот захотела получить ранний урожай, и для него я выбираю любые томаты, вот свои любимые, проверенные сорта, и сею их вообще в первую очередь, без всякой очереди их пропускаю. Так же и для открытого грунта. Я хочу, чтобы новички понимали, что есть, конечно, правило. Мы начинаем сеять с длительным вегетационным периодом, позднеспелые, высокорослые в первую очередь, потом средние, потом скороспелки, потому что они всех догонят. Но если вы хотите, не имея теплицы, высадить в открытый грунт и получить ранний урожай, вы можете посеять в первую очередь любой сорт. Тот же скороспелку, те же снегири, тот же санька. Посеете вместе с высокорослыми, с крупноплодными. Потом он, ну когда достигнет фазы, там обычно сколько, 60, 55-60 дней, вы его высадите в первую очередь под пленку, и это у вас будет самый первый урожай в открытом грунте. Потому что высокорослые, которые вы посеете 10 марта, они так рано не поспеют. Ясно, что они крупные плоды, крупные кусты. Мы их сеем пораньше, чтобы они хотя бы осенью, в августе или в сентябре, хотя бы тогда полакомиться плодами. А эти вы можете получить уже в июле. Но я надеюсь, вы поняли принцип. Ролик не буду удлинять. Кто, кому нужна эта информация, надеюсь, он услышал, что сеем для открытого грунта в течение марта все томаты. На апрель оставляем только скороспелки. Все опоздавшие с перцами обязательно делают посев уже сейчас, в средине марта, торопятся с этим посевом. Ну и в конце марта можно уже начинать капуста, редиска, там первая зелень в теплицах. Все, до свидания.